В ключевой книге переписка между моими гостями один другого. В любом близком родственнике абрикосов являются сливы Терносливы Аутси Терн, они уступают абрикосам по родству, но относительно хорошо совместимы биологически и при полном отсутствии. А при полном отсутствии, полном абрикосов к плодой могут использоваться толково. Однако являясь древовидными, достаточно гиперсахтапов не обладает. А зачем гиперсахтапов не обладает? Дальними родственниками абрикосов являются сливовые, сливогибридные, степные, песеные, вишни, бесеи. Вот они родственники. Вот. Дальние. Теперь смотрим сюда. Вспоминаем. Итак, разведка уже давно установила, что один крупнейший притомник России. У меня есть какие-то нравственные основания не сильно копать глубоко, потому что связан был какими-то, ну не дружбой, но все-таки это, с бывшими хозяевами. А теперь получается так. Грибает абрикос на писяную вишню. Садов взрослых не существует. То есть они быстренько умирают. Успевают продать, а умирают уже у покупателей. Вот. Это Дальний родственник. Совершенно правильно человек написал. Толково написал. Даром, что мои этой гостевой книги написал, видите, чем я горжусь. Молодец. Другое дело, внимание. Вот. Один из наших, один из нас, так, он слышит меня, взял и была длинная переписка с человеком, который отвечает на вопросы покупателей. Вот эта самая фирма, которая прививает на бисею. То есть абрикос на вишню. Ну, бисея – это кусарень 2-2 сантиметра. А абрикос вы видели? У меня самый большой страх – это один дом. Вот. Как может такое вот такое вот большое на маленьком вместиться? Например, с короткой жизнью. Вот. И вот, наконец, и так. И как она от него выскальзывала? Он здесь спрашивает, где ваши сады абрикосовые? Где вы берете косточки? Да, с косточку абрикоса вы взяли? А она бодро сказала, я видела, приказано отвечать. Это же не сегодня проблема появилась. И я поднимал. Но я поднимал обоследованно. То есть я не говорил конкретный питомник. Но все равно же укается. А как же? И приказано было говорить. На манжурский абрикос. Точка. А фотографию видели? А фильм видели? Я показывал. Там довела все-таки абрикос на вишню до взрослого состояния. А планов-то два десятка. А соседний лежит мертвый, уже обломился по прививку. Вот это было. А приказано было просить правильнее ни слова. И что получается? Конец их разговора. Уважаемый садовод, спасибо за обращение. Мы не даем экономической консультации. Вы пишете, человек хочет купить, а она же не знает, что он наш. Он просто говорит, я хочу купить. Мне надоел обман. Я хочу вас купить садоваться. Только скажите, на что привиты. Мы не даем экономической консультации. То есть, узнать мы не можем. Вы можете уточнить вопрос у наших агромонов в социальных сетях. То есть, пошел ты нахер. И последняя фраза нашего человека была такая. Мария, это она, кто отвечает. Спасибо за ваши ответы. Я понял одно. Вы торгуете не саженцами абрикосов, а туптой. До свидания. Не продолжайте дальше дурачить людей. Но это не холодно, не жарко. Ей, наверное, молоко дают бесплатно за вредность. Знаешь, что такое? Шутка такая. Где бы я ни работал, нам всегда молоко давали за вредность. Как будто эти пол-литра молока может нас спасти от этих, от онкологических болезней и так далее. Ну, давали. А, представляете, сидит, и она надо врать, 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 врать. А сделать так, чтобы она не имела права врать. Ведь речь-то идет о миллионах за гриб под осиновик, который чуть другого цвета. А люди об этом не знают и знать не хотят. А закон-то примут и уже, знаете, до чего он уже думает? Она должна давать продукт. Они сидят и думают. Ну, мы же даже по полмиллиону зарплаты месячной, или больше, чем полмиллиона. У нас год-то, у нас квартира, у нас машины. Мы же должны на что-то выдать. Запретить воровать мы не можем. Нас тут же это, сам, полгоняют, черт из дома. Вот, помните, одна дама симпатичная. Не называю фамилию. А потому что тогда будет политика. Взяла, проголосовала против. Одна на всю думу. Где она теперь? А им же работать надо. И вот они придумали. Выходит человек из леса с лукошком. А там вот этот гриб. Подосины их. Ну, чуть другой. А что ставили, арестовали 7 лет. Бесекишу. Не до 7 лет, а 7 лет. Продукт их, это вот этот новый закон о грибах. Вот так вот. А вот здесь вот можно врать. Все что угодно можно. А как бы им подсунуть, что вот этот. И сделайте так, чтобы в броне прекратить это все. Субтитры сделал DimaTorzok